Те, кто культивирует духовное или совершает духовный поиск, пытаются видеть все, чем бы оно ни было, пытаются видеть все в связи с безграничным абсолютным центром. Когда мы говорим о духовном поиске, духовной жизни как таковой, мы говорим, по сути дела, о попытках ограниченного начала, ограниченных существ, подобных нам, познать природу безграничного. И в то же время это поиск реальности, поиск красоты, поиск исполненности, полноты. Однако ограниченное начало или ограниченное существо не способно постичь или познать безграничное начало в его крайних проявлениях. Это познание, это соприкосновение с Ним, с этим высшим началом, возможно только когда безграничное предстает своей центральной ипостаси, как Личность Бога, как Шри Кришна. И мы также можем описать этот поиск как поиск совершенства. Не только Пифагор, но и другие великие деятели искусства или мыслители, Микеланджело и многие-многие другие, древности, не столь далекого прошлого, они искали и ищут ту самую заветную формулу, то самое средство познания или открытия природы Божественного. Но способны ли ограниченное начало, ограниченные существа, такие как мы, познать природу безграничного, природу безграничного, своими ограниченными средствами или существует другой путь, ведущий к такому познанию? Однажды, когда один из наших учителей, Шрила Гуру Махарадж, Лашидар Махарадж давал лекцию подобную этой в некоем собрании в прошлом веке, то кто-то в аудитории бросил ему вызов, сказав, если бы ограниченное начало, человек, могло познать безграничное Бога, тогда Бог не был бы Богом. Безграничное не было бы безграничное. На что Шрила Гуру Махарадж ответил следующее. Он сказал, если бы безграничное Бог не мог открыть себя, дать, познать себя ограниченному существу нам, то Бог не был бы Богом. Это означает, что для нас это познание безграничного возможно единственным образом, через истину, нисходящую в откровении, богооткровенную истину. Совокупность всех ограниченных начал, явлений, объектов, совокупность всего этого никогда не может сравниться с безграничным, природой безграничным. Поэтому тот поиск истины, поиск реальности, о котором говорим мы, прямо противоположен эмпирическому способу познания. Только благодаря Божественному откровению, откровению об истине, нисходящей свыше, человек может познать это. И это подразумевает также вручение себя, покорное принятие того, кто является посредником истины. Вы видите множество примеров в разных восточных традициях, смиренное отношение ученика к учителю. Когда ученик склоняется к лотосным стопам Гуру, когда он сидит у стоп Гуру для того, чтобы, заняв это смиренное и покорное положение, опознать истину. И часть этого символизма, то есть покорного обращения ученика к учителю, одна из идей, которая стоит за этим. Следующая идея того, что я закончил со всем эмпирическим познанием, попытками эмпирического познания реальности и опытом этого мира. Я поставил точку. Я закончил со своими ограниченными перспективами, упованиями на достижение чего-то, познание неких истин в рамках этого ограниченного мира. Речь идет также о позиции, которая прямо противоположна западному, античному или западному, то что, скажем, западному, западной идее. Идеи накопления знаний или обретения знания, которое призвано служить мне, моим собственным целям. Здесь идет речь о том, что я предлагаю себя в качестве слуги, в качестве раба этому высшему знанию, желая служить этому высшему знанию, высшему началу. В этом фундаментальное различие между эксплуатацией и преданностью. Вы говорите, что следует служить высшему началу. Это предполагает, что я могу не служить высшему началу. Если оно выше, значит оно является источником всякой воли, всякого движения, всякого явления, происходящего в сущности. Он говорит, что эта идея, что мы должны служить высшей веществе, это как бы... Да. Это мне кажется, что это немного абсурд, потому что высшая веществ является основой для каждого движения, каждого движения, каждого движения, что происходит в существе. Но как это возможно не служить ему? Если вы говорите, что все, что происходит в бытии, имеет в своем источнике высшее начало, то с высшей точки зрения, с точки зрения центра или абсолюта, да, это правда, так оно и есть. Но в бытии существует два потока. И в этом мире, мы можем назвать это нечто, о чем идет речь, потоками, они проходят через все явления, все реалии. И эти потоки, один из них приближает к центру, другой удаляет от центра. Свобода позволяет каждому из нас двигаться в одном или в другом направлении. И благодаря тому, что мы наделены свободой воли, мы можем использовать эту свободу, мы можем использовать эту свободу, данную нам, для того, чтобы двигаться в этом направлении, в том или ином направлении. Но использование этой свободы воли, должное или подлинное использование, заключается в движении к центру, тогда как злоупотребление этой свободы воли выражается в движении от центра, в движении от центра. Это может быть определено как эгоизм или преследование своих интересов. Скажем, это можно проиллюстрировать на таком примере. Моя рука берет кусочек пищи, помещает ее в рот, эта пища достигает желудка и таким образом все тело получает поддержку. Но если моя рука, образно говоря, пытается взять кусочек пищи, зажать в кулаке и наслаждаться этой пищей самостоятельно, отдельно от всего организма, всего тела, мы можем сказать, что эта рука пребывает в иллюзии, в заблуждении. И когда рука пытается, так сказать, питаться самостоятельно, поддерживать свое существование самостоятельно, тем самым она отсекает себя от целого и лишает себя этой возможности. Но если она доносит эту пищу до желудка, то все целое, весь организм получает благо. Поэтому, когда мы говорим о служении высшему началу, то мы говорим о непосредственном служении высшему началу. Но в то же время истина о том, что все, что происходит в бытии, происходит, инспирировано им, происходит по его воле, и травинка не шелохнется без воли Господа, да, эти идеи, они также имеют место быть. Поскольку безграничный Бог обладает абсолютной свободой, мы, будучи его крошечными частицами, также наделены, пусть в ничтожно малой степени, но мы также наделены этой свободой. Английский поэт Джон Милтон затронул эти вопросы, эти темы в своей поэме «Потерянный рай». Один из персонажей утраченного рая, сатана, дьявол, говорит, это его идея, он говорит, лучше царствовать в аду, чем служить на небесах. И эта перспектива лежит перед нами, открыта нам. Две перспективы, две возможности жизни. Одна из них связана с эксплуатацией, другая связана со служением высшему началу. Поэтому мы говорим именно об этом, о двух возможностях. Возможности пытаться эксплуатировать и использовать те реалии, которые ниже нас по своей природе, и о возможности служить тем реалиям, тому началу, которое по своей природе выше нас. Но это возможность выбора, вечная возможность выбора. И если вы посмотрите, скажем, на такое явление, как литературу, Россия, Америка, Европа, начиная, может быть, с новейшего времени, вплоть со времен Средневековья до наших дней, то вы увидите, что эта тема, она в каком-то смысле является ключевой, центральной для всех писателей, всех… Это тема, которая является наиболее глубокой темой человеческой бытия как такового. Это та самая тема, тема с большой буквы. Это те самые две возможности выбора, возможность погружения, возможность опуститься и попытаться эксплуатировать или использовать низким собственническим образом реалии этого мира, или же возможность пытаться служить высшему началу. И эту тему невозможно выкинуть из картины, ее невозможно вычеркнуть, она пронизывает собой все. Как мирскую литературу, книги этого мира, так и духовную литературу. Любая система, о которой возможно помыслить, политическая, социальная, религиозная, в любой системе эта тема присутствует. То есть устремление к высшему началу или низхождение, падение в низкое состояние. И эти две возможности выбора являются тем самым основанием, на котором зиждется бытие, реальность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...